о боже мама я схожу с ума ее улыбка мама кругом голова по доброго дня здорово 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 как все как ваши дела хорошо все а у вас как вообще делишки а мы тут наблюдаем за зумерской санта-барбарой так сказать не когла им слышал что-то о таком ну да я слышал и мы вот недавно смотрели на трансляции вот это вот все я хочу сказать мой донат позвони кинку поздравить 25 лет я очень слабый дар 89 миллиардов девятьсот девяносто он очень слабый человек знаешь не в том смысле типа я ж не буду там как-то снимать я абсолютно да спокойно человека вот но в целом я как бы не удивлю таким видео нашего вот это вот там разоблачение этой мокроты было я не удивлен абсолютно потому что целиком и полностью как бы и так все ясно сразу было я человек в этом плане все чувство на расстоянии там по 100 тысяч по 200 тысяч накрутка я не мог в это поверить это ж пиздец притом ну понимаешь мы часто вообще встречали накрутку когда маленький стример это делает а тут впервые чел у которого и так не эпический онлайн еще себе накручивает то есть жадность фраера сгубила нас слушайте но у кого-то с по-моему до него еще была накрутка у кого вот этой даши индейки или у кого там кто-то же накручивал себе тоже нереальное количество зрителей максим индюк это много ну да 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 она вот тогда тоже типа там 100 или 200 тысяч накручивали они онлайн а поэтому с появления вот этого николая то что там появился такой онлайн то конечно пиздец слишком дохрена но как бы все так поняли что это накрутка кстати говорят лишь в курсе меня на твиче разбанили да тебя разбанили я слышал ты меня позвал к себе в скварта этим самым это не сквирт меня не разменяя была бы большая ну подожди ты понимаешь что если меня разбанили значит тебя могут разбанить да конечно блин я уже писал дедушки дедушки не нужен разбан чтобы иногда постримливать я так могу сказать-то я просто очень жесткую хуйню тогда сделал реально то есть твой конечно твоя выходка не слушай кстати не знаю дедушка забанен а богданчик то еще не забанен забан кого-то мол за 20 минут за осуждать это самое не надо не надо упоминать это сделай чуть повыше пускай богданчик чуть подрастет так там они так у меня там написано было в описании что ему 18 лет типа бля по голосу поняли что он школьный по голосу поняли на ютубе подожди когда он подрастет странно как на ютубе с этим ничего не сделали потому что может ты слышал я как-то раз включился маску на стрим ну именно визуально где у меня было детское лицо и снэпчата и снэпчата маска там эта погремушка и была видна за 10 минут меня youtube заблокировал стрим и кинул страйк более того он отключил комментарии у меня под роликами и он запретил мне стримить потому что он распознал мой канал как детский то что автор ребенок я сука неделю не мог стримить от этого это был пиздец мне кажется странным показалось что стримит маленький мальчик и там просто огромное количество других взрослых мужчин это смотрит партнерская программа писала администрации ютуба просто на ютубе нет общения с администрации напрямую раньше кстати такое на твиче было но вот слушай кстати деда давай с тобой обсудим твич вот в плане хороших каких-то сторон если у тебя какая-то ностальгия по той платформе с которой нас с тобой выпиздили пару лет назад конечно я очень люблю эту площадку твич если вы сейчас слышите это самое верните доступ я больше не буду этих называть этими этих теме там это на самом деле как бы твич очень удобная площадка для стримов а я скучаю по тем людям которые там все еще остаются стриме да это те люди с которыми я когда-то начинала с которыми мы как-то совместно проводили трансляции на вот конечно коммуникация пропала и да пропала почти целиком а скажем 10 человека с кем мы стримили встреча кто сейчас на то что это братишки на кто еще вот там хардплеер хэсуса не хэсуса не он боится я на возде видел сейчас да а там а это самое да как бы вот конечно да блин твич крутая площадка для стримов но если бы не эти правила то и конечно блин я бы канал просто охуевший я спустя три а ты сколько в баню же я два с половиной года уже а так ты это еще молодой не такой уж ты и старый у меня целых три и два так что ну да поэтому а ты кстати подавал апелляции я раз пять подавал да причем мне помогали люди подавать ее которые знают как правильно это делать и как бы они первый раз а это было может год назад или полгода назад но давно уже было я типа написал им а они мне ответили твич написали в этом забанены по причине разжигания там ненависти короче там а потом гомофобия что-то там еще куда чушь но весь букет какой лёхи да там целый букет был да там 3 4 было всяких подпункта и я так понял с того что написано там что это пермач у меня я думаю ладно типа бля ху с ним типа ну понятно типа ну я же как бы сам-то понимаю да что моя вина она есть как бы но не такая жесткая как бы я не согласен с банком я согласен но не на такой длительный срок скажем так блин вот естественно я разозлился ну и потом начал идти чуть иным способом уже баловаться начал конкретно там создать ну да блин ну я виноват согласен ну шо блин ну интересно было просто я очень люблю эту площадку настолько сильно хотел на мне снова попасть и пытался обойти и в итоге меня дали пиздех это только неприятно потому что вот при всех пиздецах с их правилами блять какой там охуенный функционал мы вот здесь на ютубе ты согласен мы как в банке консервной сидим стримы совместные здесь мы не проводим ни с кем не коллаборируем то есть какой-то движухи тут нет тут у каждого своя вот знаешь такая это выглядит как чувак который сидит с куском торта в руках такой крит бля конечно вот плохо нам тут было без еды блять ну как бы да не делаем куске торта в том что там целое застолье понимаешь вот именно он один на своем день рождении сидит никто не пришел а вот так именно поэтому ну хуй а там это фуршет там это шведский стол как ты сказал макрота тут сидит стриме час ну что мы зайдем чтобы он извинился за то что сделал но я думаю если мы зайдем сейчас туда это нам извиняться надо будет за все что мы с твичом сделали за это время поэтому не знаю ты понимаешь какой вообще пиздец какой-то хуй пришел хуй пойми откуда 200 тысяч онлайн это ж пиздец притом реальный онлайн охуеть да насколько же жадный все-таки чувак взял вот при своих реальных 150 тысяч хотя куча страна как-то прыгает это у меня сейчас прямой пиршок на отвече идет никого да 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 то что точно жаль что же ты пляж вот что нам с тобой надо сделать чтобы у нас был такой онлайн ты знаешь вот а я так тебе скажу на самом деле эти цифры того онлайн а что у нее есть они ну как бы не имеют веса по как бы ну по своей сути то есть да у нас есть онлайн но наши люди это настоящие наши друзья и хорошие люди это братья это преданные подписчики а у него там он сидят это просто ну школьники которые залетные школьники девочки которые оправдывают этого казахского или какого там стрелка а казанского бля казахского сука вообще блять стрелок при чем на национальности акул тут причем вообще наш онлайн это значимость а их онлайн это всего лишь цифры не имеет никакого веса поэтому я вот своих зрителей по именам знаю я что если у него его большой онлайн останется у кого он останется то быть того не не ну какое-то время еще точно какой-то но он упун просядет но что если закрепиться на отметке сто двадцать тысяч будет собирать пятьдесят сто тысяч у всех блогеров так или иначе вот есть свои взлеты падения него будет падение на пляж его падение это для многих это топ остальные ну пойдет до того до чего другие не слушайте но вот это даша индейка у него какой мысль дед ты с такой лексикой на твич точно не вернешься у нее а точно вот куда у нее . вот я тебя скину потом после стрима ее фотку в викторию секрет я видел да и шо и как проснулась путенция вообще нахуй там рожа блять как ебало как у каннибала блять чучело блять стоит какое-то пугало блять я его нахуй поставил в огороде нахуй чтобы отпугивать ворон блять от подсолнухом блять чучело блять осуждаю а что ты до этого говорил с ней онлайн а у него сейчас знает но там был где-то тысяч двадцать тогда да там же тоже пику не типа 60 что там тысяч сто было вот и в итоге чё и где люди поняли же не дураки что все обман полный все это ее эмоции наигранное искать вот та же самая история с николаем вот она появляется временно а потом исчезает но так еще никто не появлялся вот интересно что будет вы понимаете со времен фиромира вот это первое что-то такое ебанутое вот что прям весь интернет обсуждают пиздец так а в чем прикол в чем проект смотри заходишь на трансляцию типа бля там пять минут сидишь бля ничего не поймешь чего люди там угорают ты такой думаешь бля и так же само другие люди зайдут типа бля чего смотреть контента нет в этом проблема сидит просто и все ничего по факту то есть ничего интересного там не происходит абсолютно о мне кстати донат с твоим голосом там где ты кричал вот алексей что вы думаете про дашу индейку ну я считаю что ну хуйня какая-то если честно чуть-чуть очень очень странно зачем он там все короче не важно это просто не знаю мне кажется по большей части за человек в первую очередь когда все многие думают что типа он это ради хайпа сделал с собой там изменился мне кажется нет просто человек немножко странная сам по себе и поэтому так себя ведет понимаешь чем проблема он не делает контента он вот все что сейчас происходит это обсуждение его персоны и скандала вокруг него вот например ты ты делаешь контент я постоянно вот когда лаженые я могу там я думаю да ты ну или там богданчик снял отличное расследование где по фактам разложил интересное что-то просто хуесос это хочется посмотреть блядь я так суку усыкался с игорем где богданчик звонил какому-то однокласснику какого-то чувака это это просто пиздец передай богданчику что но он перебарщивает на это сука смешно спасибо ну я передам ему он сейчас недалеко ползает уроки делает наверное да нет я полностью запретил школу ходить понимаешь у нас наша жизнь она устроена таким образом школы не значит а человека который не ходит в школу он ездит на бмв а кто ходит едет на плани поэтому он сказал ладно окей все смотря а то я когда на твиче было там постепенно появлялись новые какие-то правила у них на площадке и одно из этих правил было как раз то что было запрещено делать пранк звонки типа я не знаю как это почему это плохо но это было запрещено в итоге спустя пару лет когда я стримить начал на твиче естественно как бы пранки это то что мне нравится как бы и меня постоянно как-то банили за это на твиче то есть да там на неделю на месяц блин я просто устал реально блин ну как блин можно банить за какие-то пранки блин ну это смешно блин и потом появились еще какие-то там целый ряд правил которые прям полностью меня как стримера как бы сковывали да я не мог делать то что я хотел делать для людей там сказать ну то есть я сам от этого получил удовольствие если кому-то там позвонил и людям смешно и мне смешно я сам сижу смеюсь без этого понимаешь вот как бы я очень ограничен было каждый раз когда заканчивал трансляцию на твиче я думал бля хоть бы не забанили меня хоть бы не забанили и даже знаешь даже хотя не было на это причин а мне казалось что по-любому найдут что-то и постоянно это вот боялся чего-то бля думаю хоть бы не забанили лежать такими правила паранойя по-любому будет но твой контент там невозможен ты это понимаешь он просто невозможном случае можно разве что просто там изредка стриме делая другой более выжать для в пенску тебе надо разбанится исключительно чтобы появляться на других стримах как гость и чтобы твои ролики могли смотреть и иногда иногда что-то свое запускать поэтому ну блять тебе мне кажется надо еще через время подать апелляцию то есть только тупо из-за этого я как бы только этими результатом доволен что можно хотя бы на твич зайти просто кому-то в гости это уже в принципе я тоже хочу первую очередь чтобы именно по этой причине там меня разбанили это жесть не на одной же площадке к конечку забанили на как личность ну да шмар не меня хотели разбанить они там где-то через ну вот прошел после бана вот и короче это мне пишут они это ну я писал тоже когда первую апелляцию не помню брик это было год назад то ли полного назад короче когда я написал апелляцию они зашли ко мне на твич вы на youtube уже после меня вот и сказали короче то что ты как бы ну делаешь продолжаешь делать то что делал на твиче и решили тебя не разбанивать посиди еще в бане и бы им сказал так я делаю потому что мне нет для кого стараться вот вот таким объяснял блин видишь они шедейные тут не дело в том что там таких правил не это дело в том что ты в принципе себе такое позволяешь хоть где-то даже если это позволено видишь поэтому вообще я считаю что в данный момент на твиче контента нет вообще нет аж там люди не могут его в принципе сделать из-за правил правил этих жестких это во-первых во вторых чё там смотреть бля я не знаю раньше вот когда был папич там да там вот ты был когда люди могли выразить свое полностью мнение показать что хотят тогда ну как бы в рамках там сказать не жесткая какой-то темы тогда был реально контент было интересно смотреть за всеми стримерами да вот вот а сейчас все захочешь они сидят бедные как после каждые пять минут осуждаю осуждаю как дебилы как попугаев сидят для осуждаю осуждаю что не скажет в чате а я это осуждаю вот так вот каждый из них блин какой контент чел сидит там со своей женщиной типа торгинаешься наверно играет такого там и я там за попку там ляпну там это школьники деды от дрочат на это все дебил блять перебанил на согласись вот заходишь короче на англоязычных стримеров на на твиче бля баба чуть ли не голая вот реально бля вот чуть-чуть отделяй там микро сантиметры трусов чтобы вагина выпало и типа блю это вообще дозволено нормально чел который завалируно сказал что он сжег сарае это типа нарушение пиздец какой бляда никто даже не понял прикола кроме тех кто смотрит если они так к парятся за рекламодателей площадка паша не типа из-за рекламодателей все это происходит как мне объясняли что тебя заходит рекламодатель которая берет рекламу как бы у твича а вот и когда ну типа вот и из-за рекламодатель естественно рекламодатель это тот кто спонсирует в целом эту площадку скажем тогда соответственно на ютубе же нормально все с рекламодателями ну хотя тут можно все ну как все можно ну нет блин не все ну согласно по сравнению с твичом можно все главное быстро удалить стрим и все ты же понимаешь что тут просто надо вовремя удалить стрим ну по правилам здесь попроще все равно поэтому тут позже такую хуйню нести ёбка мать анекдот про самолет а про самолет рассказать я часто расскажу только ну давайте нормально отнесемся без смеха хороший не знаю алексей хочет на твич вернуться дедушка не стоит может быть и да 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 наверное лучше не стоит лучше расскажи мне там что-то аморально наверно да нет там просто ребята которые в африке живут там просто да и с ними делают кое-что я думаю нам обоим не стоит этот анекдот слушать ну заинтриговали этим не интересно это да это очень тонкий анекдот конечно он шел полчаса по моему на стриме кстати давай я не буду говорить это слово просто скажу вкратце ну точнее не буду это слово применять давай говорит давай давай только я ну я так сейчас аккуратно я просто потом осужу если там надо значит летит самолет получается да ну летит самолет тут пилот замечаешь и что-то не то самолет явно какой модели это ну это тут абсолютно неважно но боинг большой самолет самый большой дима ты же говорил аэрбаз какая ради не лезть это самолет летит самолет здоровый самолет летит это самая ну капитан это воздушного судна начинает замечать что что-то неисправно все падает самолет вот и тут второй пилот тоже этот самый он говорит что делать то будем все мы падаем вот ну они посовещавшись пришли к мнению что чтобы спасти как-то самолет да и людей в нем был полный был набит людьми так сказать вот и нужно немножко сбросить вес они сбросили топлива а там да это мы рассчитали что хватило на посадку ближайший аэропорт и выходят потом марят так товарищи пассажиры значит у нас самолет терпит крушение я понял нужно осуждать их нет нужно его это самое немножко избавиться от лишнего веса нужно нет нет балласта просто это кто хочет спасти людей там кто в самолете нужно немножко сброс короче покинуть самолет некоторым людям вот все значит тут это самое начинается люди взрослые встали которые хотят спасти всех остальных а первое смелые вот у француз встает такой вот я типа и короче француз выпрыгнул короче раз пошел первый пошел тут встает поляк тоже думать ладно хуй с ним проекты встает украинец тоже вот это самое потом прыгает там еще там всякие прыгают это сам армян там все попрыгали вот тут подходит дело уже к русскому русский встает такое берет двух этих ребят и выкидывает их нахуй самолет горит вот и все посадиться обратно осуждаю этих ребят этих ребят это вот тех они еще и пилотами были там я пока не понял что осуждать но я осуждаю этих ребят алексея тех которых нельзя называть я понял я понял ну просто встал так и за шкирку взял и выкидывает но я его осуждаю он очень плохо поступил на самом деле на шо блин ему сильно было прыгать ну да как француз поляк француз красавчик вот я поддерживаю француза так он выпил водки перед этим взял их за шкирку передумал ник него бы его бы за это забанили ты в курсе кстати кого за такой поступок ну да да вряд ли посмертно он бы он бы сказал что это ситуация была стресса на самом деле стал женщина когда будет богданчик меня спросили а кто это спросил рулящий гомогном меня серьезно я пожилой гомогном ну в общем богданчик уроки делает сегодня все-таки будний день завтра что хотел школу не ходит я вообще не бушон делает но давайте не будем на банке он очень маленький блин он боится просто очень всех а какой маленький мы 13 лет он маленький какой маленький ты знаешь я уже в 13 лет делал тату пиздец сейчас себя вспомнил как ошибка аборта выкидешь мама не хотела папа не старался напоминает как выставы в ту игру играли где я младенцем был помощь всем привет всем привет мне папа дал бою блин конченый блин такой дурак блин вообще дурак вонючий ну слушай ну как ты можешь говорить про своего отца мне обзывает постоянно нельзя ругать родители их не выбирают и жилья не понимаешь да я их убирал бы не вообще богдан я богом данный мне вообще родители непонятно кто блин бог мне просто богом данный мне папа иди моя мама почему мама никогда рядом нет так ты богом данный все таки не знаю вот приютивших тебя родители уважать надо но некрасиво ты просто на улице ходил мне папа забрал он украл что ли просто пойдем блин посидим поиграем твой папа папе что ли я не понимаю что он тебя на улице малолетнего нашел привел домой выиграли кормит как думаешь почему боится потому что слабый вообще ну если папичка пришел там ко мне допустим искалку типа давай побазарим я по-моему раз бы и все и все обиделся на меня бы и плакал потом ведет свои кожанки снимал позорник с никес там ты ему бы обломил бы ходил бы по заводу как дурачок и вот в твоем случае ну забанили тебя ну а почему например я не знаю пена не может прийти стримить на твич ну как это блять определять там что по биометрии что ли аккаунт реагируется нет так они чекают все соцсети допустим и видят что это типа от меня идет они все совсем следят то есть даже мне кажется в телегах читает информацию вот если ты хочешь узнать как выглядит модераторская твича то ты можешь просто на мою веб-камеру посмотреть я просто так подумал ну кстати вообще никаких лишних деталей я считаю реально микрофон есть чтобы плакет нас с ними осуждать флаги все которые нужны есть форма есть осталось тебе только это надеть эти оленей оленей рога одеть и все канонично их доставать надо а те не надо надевать и спальни да так нормально я сказал им не надо надевать